Вопросы анкеты, которые в течение двух месяцев волонтеры заполняли вместе с пациентами сочинских поликлиник и больниц, были разные. Частота в помещении, вежливость персонала, качество работы регистратуры и возможность попасть на прием к специалисту. Поделились впечатлениями о сочинской медицине и сами волонтеры. Прежде чем начинать анкетирование, я решила, что надо бы создать свое впечатление. Обошла все помещения, которые посещали пациенты. Заходила в салитарные узлы посмотреть, потом в дневной стационар посмотрела, какие-то капельницы, чтобы было интересно посмотреть, чистота и аккуратность. По результатам анкетирования наибольшее количество положительных отзывов набрала городская больница номер 8 в поселке Красная Поляна. С другой стороны рейтинга – третья поликлиника, к работе которой пациенты высказали больше всего претензий. Это оценка наших пациентов, это оценка глазами пациентов наших лечебных учреждений. Понятно, что они не в состоянии оценить всю глубину и мощность профессионализма врача, но они абсолютно в состоянии оценить, насколько благожелательно все это учреждение в целом для пациентов. В целом качество медицинских услуг пациенты оценили на 4 с плюсом, но глава Сочи считает, что стремиться нужно к отличному результату. Отрасль кадрами мы стараемся насыщать. Даем врачам и медицинскому персоналу квартиры, без очереди места в детских садах. Последние два года даже получается, что мы сдаем целые дома, в которых в основном жильцами становятся медицинские работники. За последние два года в Сочи благодаря администрации края не только отремонтировали почти все старые медицинские комплексы, но и построили новые. В Дагомысе появились два современных стационара – инфекционная и многопрофильная больницы. Открылись поликлиники в Адлерском районе и Красной Поляне. В Центральном районе заработали диагностический центр и травмохирургический корпус. Профессиональные медицинские кадры для них готовят сегодня и в Сочи. В прошлом месяце я вручал дипломы выпускникам медицинского колледжа и когда спрашивал о том, куда вы пойдете работать дальше, почти все отвечали, что пойдут работать в наши муниципальные или краевые учреждения. И это прорыв. Около 100 единиц диагностического оборудования получили городские лечебницы. Чтобы медицинская помощь была доступна всем, в отдаленных районах курорта начали строить кабинеты врачей общей практики. Но работать, подчеркнул глава города, еще есть над чем. И мнение сочинцев о качестве медицинских услуг на курорте спросят еще не раз. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Это и есть правда.